Итак, уважаемые зрители, мы с вами в студии программы подробностей. Гелена Евгеньевна Большакова у нас, как и было заявлено. Гелена Евгеньевна, здравствуйте. Рада вас видеть. Вы у нас, по-моему, впервые. Или? Нет, были уже. Но, во всяком случае, давно с вами не встречались. Итак, мы с вами будем говорить сегодня о медицинском обеспечении беженцев из Украины. Наверное, надо было бы еще в августе этот разговор повести. Но, тем не менее, вот сейчас все у нас вроде бы устоялось, работа ведется. И давайте все-таки вернемся к летним событиям, когда только к нам прибывали люди, когда их размещали. Вот у нас как тогда была организована работа, потребовалось ли привлечение дополнительных, может, медицинских ресурсов к этой работе. Потому что никто не знал, как все будет поворачиваться, ведь они прибывают к нам, беженцы. И все буквально приходилось делать, как мы, репортеры, говорим, с колес. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, уважаемые наши жители Рязанской области. Действительно, ситуация, в которой оказались все, она немножко для нас неординарная. И, как говорится, готов к ней никто не был. Но медицина в данной ситуации всегда на посту. И мы свою помощь видели следующим образом, и как она организована, что вы называете, с колес. Поскольку у нас есть скорая помощь, мы экстренная помощь, мы, в принципе, работаем с колес. И в данной ситуации прибывали у нас жители из Украины в двух направлениях. Это те, кто прибывали самостоятельно, к родственникам, к знакомым. И те, кто прибывали у нас в пункты временного размещения. То есть, как мы называем, централизованно. Вот поэтому помощь у нас организована, можно назвать, в двух направлениях. Это в пунктах временного размещения, когда прибывали не самостоятельно. И сопровождение было уже обеспечено медицинским работникам в пути. Это был наш медработник, который его прикрепляли за данным населением до размещения. Во время, когда размещается уже в известный пункт, а у нас таких сейчас на Рязанской области, 9 пунктов временного размещения в 9 муниципальных образованиях. И по их прибытию, жители из Украины, за таким пунктом закреплены медицинские организации. В данном случае у нас 13 медицинских организаций задействованы. И что они делают? По прибытию сразу, немедленно, начинаются профилактические осмотры. Для того, чтобы выявить в первую очередь это соматические заболевания хронические, инфекционные, паразитарные. Также определить прививочный статус для дальнейшей работы. Поэтому вся экстренная помощь специализированная и скорая помощь у нас была и есть в круглосуточном режиме для данного контингента. Что касается лиц, прибывших самостоятельно, которые расселяются у своих родственников, знакомых, то для них помощь медицинская по территориально-участковому принципу. Здесь они самостоятельно обращаются в ту организацию, которая находится на их участке. И точно так же оказывается помощь экстренная, специализированная по любому профилю бесплатно. И в круглосуточном режиме точно так же, как и скорая помощь. То есть все было так вот, как бы встало на свои рельсы и пошло так, как должно быть. Несмотря на то, что все-таки ситуация такая была. Ну, не зря я начала, что медицина, она в принципе работает постоянно в таком режиме. Здесь просто объем был немножко нестандартный. И мы еще не знали, с чем нам придется встретиться. Но это обычные жители, обычные люди. И то, что касается дополнительных ресурсов, вы вопрос задали, задействованы ли были дополнительные ресурсы. Нет, никого нам не пришлось вызывать из отпусков. Хотя вы правильно сказали, это началось у нас летом. А летом медики в отпусках у нас точно так же, как и многие другие. Как все люди. Тем не менее, дополнительных каких-то ресурсов обошлись в обычном, своем плановом режиме. Единственное, пришлось, конечно, потрудиться. И нагрузка была гораздо выше, чем обычный свой прием наших граждан и обычная наша работа. Теперь давайте о детях. Значит, детей очень много к нам тоже приехало. Им надо было и в детские сады устраивать их, и в школы, и везде. Потому что 1 сентября уже вот-вот-вот подходило. Актуальна была в это время работа по иммунизации. И как вот она прошла, каковы результаты? Вы абсолютно правильно говорите. Когда прибывали жители из Украины, в первую очередь мы для себя выделяли такие контингенты, как дети и дети до года. Вот если брать на настоящий момент, то у нас в пунктах временного размещения всего 928 человек. Из них у нас 279 детей. 25 до года. И 15 беременных женщин. Приоритет, естественно, дети, поскольку они шли в школу, в детские сады. И для них в первую очередь были организованы профилактические осмотры для того, чтобы дать допуск в данные организации. И закончить прививочную работу до сентября для того, как они пойдут в наш коллектив. Поэтому прививочная работа велась как и по взрослым, так и по детям. Привито всего 364 человека. Из них 108 детей. Это практически каждый третий. Да. Ребенок. Ребенок каждый третий. А с учетом того, что прививочный статус мы смотрели, кто-то приехал с медицинской картой, кто-то без медицинской карты. Поэтому те, кто имел прививочный статус, они, естественно, были допущены с учетом их настоящего здоровья. А тот, кто не имел, были привиты по нашему национальному календарю. Ну, уж если мы про детей заговорили, то давайте и про тех детей, которые здесь у нас появились. Или только вот мы ждем, ждем, ждем украинских рязанцев вот здесь. Потому что женщины приезжали и в положение. Вот как с ними работали, как работа велась. Там тоже очень много сложно, какие-то цепочки выстроены. Ой, мы для нас, женщины, это приоритет беременные женщины. Поэтому здесь у нас четкие установки и понимание, что женщина уже не одна. И в пунктах временного размещения у нас в настоящий момент находится 15 беременных женщин. А всего на учете в женских консультациях в Рязанской области 62 беременные женщины. За период вот с июня по сентябрь у нас родоразрешились в наших медицинских учреждениях 15 женщин. Родилось 15 живых детей. Привиты они по нашему национальному календарю прививок. Поэтому здесь у нас помощь им оказывается так же, как и нашим гражданам. Это дети, это женщины. И что здесь стоит отметить, мы, когда постановка на учет женщин, вот я повторяюсь, 62 беременные женщины, они у нас наблюдаются в соответствии с нашим действующим законодательством Российской Федерации. А, ну то есть, если не все, слава Богу, оговорится. И 15 вот малышей появилось у нас, наших, донецких, донецких, так скажем. Ну ладно. Хорошо. Теперь, были ли, были ли случаи госпитализации украинских беженцев? То есть, может, в больницу попал, может, кто-то уже приехал в трудном состоянии. Да, люди есть люди. Конечно, они привозят с собой не только детей, положительные эмоции, но и болезни. Поэтому, естественно, у нас ведется мониторинг ежедневный, должна сказать, по всем медицинским организациям, по обращению жителей из Украины. Вот во все медицинские организации города Рязани было обращений за период, мы считаем, с июня месяца, более 4 тысяч. Из них, по случаям обращения детей, более тысячи. Соответственно, если люди обращаются, значит, кто-то требует госпитализацию. И было 147 госпитализаций, из них 75 детей были госпитализированы. Немало, кстати. 31 беременная женщина нуждалась в госпитализации, если говорить о сохранении здоровья рожденных детей. Здесь наши медики приняли непосредственное участие, поскольку женщину и реабилитировали, и психологически, и физически. Я вам желаю удачи, желаю, чтобы все работало четко, чтобы все получали помощь вовремя. Но просто я уверен, что так оно и будет. Спасибо вам. Спасибо вам, спасибо вашим людям. Рязанцевым нашим зрителям, я напомню, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова